привет друзья вы на канале vip реклама сегодня мы будем делать аватарку мультяшном стиле будем делать из вот такого исходничка предположим это ваша фотография ну вы там свою какую-то подставьте но я покажу сам прием как добиться вот такого эффекта с помощью специального фильтра topaz clean 3 этот фильтр не входит в стандартный набор фильтров программа photoshop его можно скачать через поиск яндекс вбиваете topaz clean 3 и первой попавшейся строке можно его скачать и установить к себе программу кстати после установки не забудьте перезапустить photoshop поехали создаем новый слой задаем в миллиметрах 300 на 300 у меня уже задано 300 300 миллиметров разрешение 72 цвет rgb рисуем круг вы можете нарисовать квадрат со скошенными краями например моем случае это будет круг я с шептом рисую круг инструментом элипс можно вы немного уменьшить есть цвет круга абсолютно любой не имеет значения добавляем нашу фотографию сверху на круг выбираем функцию создать обтравочную маску control t свободная трансформация и подбираем размер так чтобы вам нравилось инструмент волшебная палочка delay убираем фон учитывая что наша фотография выходит за края нашего рабочего пространства вот обратите внимание я выберу функцию обрезки изображения теперь наша фотография не выходит за края рабочего пространства я опять скопирую эту фотографию и сделаю фоном также растрировать слой control t для того чтобы более-менее подобрать какой-то симпатичный бэгграунд у меня фильтр до паскалин 3 уже установлен поэтому я сейчас покажу как он работает фильтр предлагает несколько вариаций мультяшного изображения вот возьмем первую и здесь можно в превьюшке просмотреть различные виды мультипликационного оформления конечно же каждый функционал настраивается возьмем самый первый вариант и нашим регулятором подберем нужное нам значение когда меняйте регулятор запоминайте начальное значение опять же вот в этой области очень большая размытость возвращаем назад что там было примерно около 9 но пускай будет вот так так более-менее в нашем случае на лице очень много шумов но в принципе эти шумы рик настраиваются вот этим первым регулятором выбирайте значение так как вам нравится для примера пока достаточно будет пусть будет так добавим немного насыщенности в нашем изображении возьмем цветовой тон насыщенности средний ползунок выбираем до такого значения как нам подходит сам круг мне не очень нравится пустоват чего-то не хватает можно дублировать эллипс вернее круг control j комбинация клавиш control t изменить размер и с клавишей shift заползунок оттягиваем наш кружок примерно вот так окей два раза нажав на слой выбираем функцию наложения градиента и подбираем на свое усмотрение ну возьмем например вот такой синий путь будет поярче есть инверсия можно задать нашему слою внутренняя тень смещение примерно около 10 и размер 18 я бы сделал не черный а темно-темно-синий почти черный можно добавить на задний фон эффектов например попробуем кляксу задаем в гугле клякса png картинка сохраняем картинку к себе в рабочую папку клякса есть и накладываем ее сзади нашей червихи control t свободная трансформация выбираем какой-то вариант который вам нравится наложение цвета можно взять голубой можно поиграть с режимом наложения не забудьте растрировать свой режим наложения разделить ну пускай будет вот так можно поиграть еще с режимом наложения выбрать какой-нибудь другой пусть будет вот такой принципе да у нас все готово сохраняем я обычно всегда исходники сохраняю в тифе с lzv компрессии не в формате psd потому что тиф он ужимает немного изображения без потери качества сжатия оставляем lzv окей таким образом у нас сохраняется исходник после сохраняем картинку формате png есть наша картинка готова можно нашему изображению добавить еще черный контур он выделит отдельные детали заходим галерея фильтров и выбираем очерченные края толщина краев ставим 0 пастеризация 6 окей у нас появились черные черный контур и картинка стала более выразительной спасибо за просмотр подписывайтесь на канал будет много интересного не забудьте поставить лайк